Рекомендую заглянуть на канал Мозговой Штурм, где играют в популярные компьютерные игры. Впрочем, ребята не просто играют, но и обсуждают в процессе последние новости, обсасывают просто интересные социально-политические темки. Живо с юмором. Ссылка на них будет в описании, подпишитесь, не пожалеете. Стримы случаются ежедневно, дважды в неделю на канале публикуются нарезки наиболее ярких моментов. Я, кстати, и сам собираюсь как-нибудь с ними поиграть, о чем сообщу заранее. Посмотрел, наконец, широко разрекламированный российскими депутатами фильм «Смерть Сталина». Обычная третисортная черная комедия в стиле Барат с бюджетом в три копейки. Че они такой шум подняли? Однако уже минуты на 10-й, 15-й сомнения отвалились, и я понял, что же нашим слугам народа так не понравилось в данном кино. А дело в том, что основной идеей картины было высмеять лизоблюдство, холуйство, трусость и продажность ближайшего окружения отца народов, что, несомненно, имело место и в действительности, но главное не в этом. Там очень хорошо проводятся параллели с нынешними временами. У меня в какой-то момент в голове даже ассоциация вот эта вот нарисовалась. Дядя Вова, мы с тобой. В общем, посмотрите сами и все поймете. Начинаем. Хорошая новость для пенсионеров. В ближайшее время они со своих подачек тоже начнут платить отчисления. Журналисты это дело уже окрестили налогом на пенсии, хотя это, конечно, будет не совсем налог. То есть государство в данном случае вроде как бы и ни при чем, но обо всем по порядку. Сегодня пенсионеры в нашей стране получают деньги одним из нескольких способов. Либо через пенсионный фонд, это по старинке, когда тетечка домой приходит, либо на сберкнижку, либо посредством соцкарты. Это что-то вроде банковской визы, только бесплатной. А вот с 2020 года всех их переведут на единственно возможный вариант в национальную платежную систему мира и сидите, не чирикайте. Фокус заключается в том, что обслуживание данной карты уже будет стоить денег 750 рублей в год. Других вариантов, повторюсь, получить деньги у пенсионеров не будет. Автором идеи выступила Набиулина, которая уже наклепала 42 миллиона данных карт мировых в смысле. Ну а дальше сами считайте. 42 миллиона умножаем на 750 рублей. 31 ярд, только на пенсиях Эльвира задавно поднимет. Ну а пенсионеры, а чё пенсы? Чай не обеднеют. Кстати, на эту же схему планируется переключить за темой бюджетников. Правда, у этих всё-таки останется выбор. На мировую карту зарплату получать или в кассе предприятия, во всяком случае, теоретически такой выбор будет. Ну молодцы, чё я могу сказать, имеется в виду Эля и её друзья. Это ж у нас кризис, это ж у нас санкции, а у этих наливай да пей. А это реальная журналистика сегодня о без лоха, жизнь плоха, поехали. Ну и к изюминке нашей программы. Давно хотел вам рассказать, сколько на самом деле стоит пропаганда. Это в смысле, сколько вы все дружно за неё платите, вне зависимости от того, смотрит кто-то из вас телевизор или нет. А сделаю я это на примере одного отдельно взятого пятиминутного сюжета, который увидел неделю назад в программе «Вести в субботу» на моём любимом ВГТРК. Итак, на старт, внимание, погнали. Семья Ланталер так и живёт в том доме, где рискуя жизнью укрывали двух советских офицеров. Теперь на этот счёт есть уже целый фильм, как Михаил Рябчинский и Николай Цымкало с товарищами смогли бежать. И как на них была развернута настоящая охота, чтобы вернуть их в лагерь Маутхаузен. Из 90 бараков Маутхаузена сохранилось только три. Это так называемый специальный репортаж. Сделан на военно-патриотическую тематику, рассказывает о судьбе советского героя генерала Карбышева. Понятно, что снять сюжет был специально к 23 февраля, в этом плане никаких претензий. Он действительно хорошо и добротно сделан, и надо об этом рассказывать. Но не забываем, что у любой медали есть обратная сторона, вот о ней как раз и хочется поговорить. Выборы. В народ ведь надо немного гордости за страну вдохнуть. А эта гордость, вы удивитесь, кое-чего стоит в денежном выражении. И давайте посчитаем. А вот военнопленные содержались в блоке номер 20, или как еще его называли, блок смерти. Там же находился и Карбышев. Сегодня на месте казни так называемый Апель-Плац, площади переклички Мемориальная доска. Но как же канадский военный узнал, что перед ним именно Карбышев? Эта часть истории снималась в Австрии, точнее, в городке Маутхаузен, а дальше цифры. Съемочная группа. Формируется, как правило, из трех человек. Корреспондент, оператор, инженер. Перелет Москва-Вена. Стоимость около 10 тысяч на человека, и того 30. Съемки, интервью в австрийской столице. Затем переезд к основному местодейству, собственно, в сам Маутхаузен. Где-то 30-40 евро билет на поезд туда стоит. Думаю, дня три ребята в той Австрии пробыли. Естественно, нужна гостиница. Три номера на трое суток. Стоят те номера около сотни евро. Ну и на такие серьезные командировки еще суточные отдельно даются. Транспортные, в смысле на такси. И непредвиденные. Около тысячи, предполагаю. Считаем, переводим в рубли. У меня получилось 177 тысяч. Дальше погнали. Безымянный форт Владивостокской крепости. В наши дни штурмуют только туристы. Именно с Дальнего Востока начинался путь унтер-офицера в элиту армии. Военные инженеры. Сегодняшние курсанты на Дальнем Востоке имя Карбышева точно помнят. Этот момент предлагаю пропустить, потому что во Владивостоке явно местное курбюро отработало за зарплату. Не будем считать эти расходы. Давайте лучше проследим за девочкой-автором. Карбышев был комендантом форта номер 7. Сегодня эта часть Брестской крепости находится на территории Польши. Этот форт стал, по сути, первым самостоятельным проектом военного инженера. Во время Первой мировой этот форт, модернизированный Карбышевым, 5 дней сдерживал наступление немцев. Вот она уже в Польше. Группе надо было вернуться в Вену. 40 евро на поезде, помним, да? Перелететь в Варшаву. 18 тысяч. Самый дешевый билет, который я нашел. Затем доехать до Тересполя. Тоже около 40 евро сноса. Разумеется, со всеми этими мутарствами ребята провели в Польше не менее двух дней. Это опять три номера в гостинице. Цена, впрочем, примерно та же, что в Австрии. Короче, плюс еще 600 европейских тугриков. Переводим в рубли. Считаем 107 тысяч. Продолжаем путешествие. В этом здании его называли Белым дворцом. За то, что было покрыто белой штукатуркой, подписали Брестский мир. 3 марта 1918-го. В руины, как и многое другое здесь, все превратили те же немцы. Но уже в 1941-м. У нас представлены лекции, программы и схема. И что очень интересно, схема имеет и подлинную подпись самого Карбышева. Легендарный Брест. Здесь ребята тоже достаточно плотненько отработали, но, думаю, уложились пару дней. По расходам все то же самое, что выше. Переезд, гостиницы. И несмотря на то, что Белоруссия не такая уж и Европа, командировки туда считаются как заграничные. Те же деньги выделяются и тратятся. Поверьте, мне у меня таких командировок был вагон. Ну и возвращение на родину. В общей сложности еще где-то около 100 тыр. А теперь складываем все затраты на европейский вояж. Слушайте, у меня около 400 тысяч рублей получилось. Тарья Григорова, Антон Чигаев, Виктор Приходько, Ксения Колчина и Александр Коростелев. Вести в субботу. Маутхаузен, Тереспль, Брест, Подольск, Владивосток. Чуть не забыл. Пока ребята по Европам катались, им, помимо прочего, зарплата ведь капала. На ВГТРК сегодня от 100 тысяч сотрудники информации получают. Вот и считайте, неделю как минимум они на тот сюжет ухлопали. При этом я ведь не учитывал другого. Страховку, например, какую-нибудь, в том числе оборудование. Оплату работы техноарей, монтажеров, режиссеров и так далее. Услуги мобильной связи и прочую мелочевку. По минимуму полляма вы за этот сюжет заплатили. 5 минут эфира, дорогие мои. Обошлись вам вот в такую красивую сумму. Ссылку на сюжет оставлю в описании. Хоть посмотрите, за что, на что потратились-то. И подумайте вот о чем. Что это всего лишь один маленький сюжет, о котором завтра все забудут. А завтра вы будете оплачивать уже другое кино. Ну и чтобы не на грустной ноте, госкорпорация Ростех, ну это так, где легендарный Сердюков сейчас работает, вертолеты производит. Так вот, Ростех продала 26% акций Калашникова коммерческому холдингу. Отныне Калашников больше не государственный, но самое веселое в этой истории другое. Цена вопроса полтора миллиарда рублей. Полтора ярда, повторюсь, за легенду. О как! О ней 7-километровую трассу аэропорт Домодедово на Медне рассказывал. За 13 собрались строить. Сеть магазинов Магнит за 130 была продана. А гордость страны, которая не только автоматами, но и беспилотниками своими славится, в целых полтора миллиарда оценили. Впрочем, об этом и не расскажут в Вестях в субботу. Все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше поводов порадоваться. Заходите, наслаждайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже интересно. В друзья добавляете с темы, предлагаете. Под ними мы обсудим, ну а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Курение зло, бухло трава, сосить ее хуй, призыв Минздрава.